А в Караганды родители студентов боятся, что их детей отчислят из вузов за неуплату. Из-за карантина многие лишились работы и не смогли собрать сумму, указанную в договоре. Есть ли выход из положения, узнавала Людмила Батюшкина. Елена боится, что после интервью у сына студента второго курса начнутся проблемы. До 1 сентября они должны внести 50% годовой оплаты за учебу. Это 186 тысяч сеньге. Таковы условия договора с вузом. Но сейчас у нее этих денег нет. Елена одна воспитывает двоих детей. С апреля была на карантине и вышла на работу только 17 августа. У меня действующие два кредита. Банк отказал мне в кредитовании. Но нет денег, понимаете, мы не отказываемся их платить. Мы просим нам просто дать отсрочку. По словам Елены, сыну постоянно звонит куратор и требует чек об оплате. Грозит отчислением. С 2018 года вузам законодательно предоставили академическую и управленческую свободу. Так что они имеют на это право. Правда, в конце июня министр образования и науки Казахстана призвал ректоров вузов повременить с повышением оплаты до окончания пандемии и предоставить рассрочку студентам, у которых возникли трудности. Если, предположим, у студента есть какие-то финансовые затруднения, какие-то семейные обстоятельства, то он пишет заявление, обращается у нас в специальной комиссии, на которой его заявление рассматривается. И мы всегда идем на встречу с студентом. Либо будет помесячная оплата, либо отсрочка платежа. Такой же совет дает и лидер Альянса студентов Карагандинской области. По его словам, он и сам оказался в подобной ситуации во втором семестре прошлого учебного года. Более того, считает Алихан Асанов, студенческие НПО будут поднимать вопрос о снижении оплаты за онлайн-обучение. Ведь вузы будут экономить на коммунальных услугах. Мы сейчас рекомендацию пишем вузам о том, что не поднимать цену и то, что затраты у них меньше, а понижении нужно будет, скорее всего, собраться активистами города и обсудить вопрос с ректорами, с директорами вузов и СУЗов. Елена надеется, что вуз пойдет на уступки и даст отсрочку хотя бы на пару месяцев. Сын так мечтал поступить в университет, что если его отчислят, рухнет мечта всей его жизни. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.